Дорогие мои девушки, всем большой привет! Рада вас приветствовать! Сегодня, как вы уже поняли, у нас уже пятый выпуск пустых баночек. Как обычно, я буду рассказывать, что понравилось, а что повторять не буду. Вы же, в свою очередь, в комментариях обязательно давайте обратную связь, если в вашей косметичке есть эти продукты. Сегодня у меня много разных продуктов, и давайте начнем с мягких упаковок. Например, с этой соли для ванной. Муж меня приучил принимать ванну с солью. Признаюсь, раньше я этого не использовала в своей бьюти-рутине. Взяла небольшую упаковку в Элитуале на пробу, и не могу сказать, что она меня чем-то впечатлила. Для меня запах показался рисковатым. Эти цитрусовые пары в горячей ванне немного были too much. Для меня, наверное, не совсем подошел аромат бергамота. А вот жидкое мыло для рук с ароматом ванили. Полный восторг. Я его заказывала в золотом яблоке, и даже ребенок, представляете, меня спросил, мама, что это за мыло у нас? Она не видела, как я его переливала в наш дозатор, поэтому сама ощутила разницу уже после использования. И действительно, пенится просто с малюсенькой каплей. Аромат божественный, и держится после мытья достаточно долго. Очень рекомендую, а я сама буду повторять еще и еще. Дальше у нас с вами парочка продуктов от Наши Орган. Тут у меня шампунь и маска. И эта серия создана для летнего сезона. И рекомендую ее использовать в то время, когда вы посещаете пляж, море, океан. В общем, когда волосы подвергаются воздействию солнца. Шампунь мне понравился очень. А вот маску, к сожалению, не было времени использовать правильно. Ее нужно наносить на чистые, влажные после шампуня волосы и смывать. А я чаще использовала эту маску как бальзам, что было не совсем правильным. Я все-таки люблю продукты попроще. Маску повторять не буду. Только лишь потому, что у меня нет времени использовать ее по инструкции. Далее у меня тут пустая баночка любимого двухфазного средства для снятия макияжа с глаз. Но я ее использую вместо мицеллярной воды. Просто протираю ватным диском лицо и смываю макияж. И это прям настоящая любовь. Это уже третья моя баночка. Мне очень нравится, как продукт очищает лицо. И дабы не быть голословной, покажу вам, что приобрела уже новый бутылек. Я фанат этого бренда. Мне нравится все, что создает комфорт-зон. Поэтому настоятельно рекомендую. Это у меня ребенок запачкал, спалилось. Что-то, видать, тоже смывало моей косметикой. Следующая пустая баночка – это знаменитый спрей для лица от Ди Альба. Это тоже уже третья или четвертая баночка. Я уже говорила, что это средство должно быть у каждой девочки. Несмотря на множество отзывов в интернете, мне очень оно нравится. Вот у меня, знаете, особенно в холодное время года бывает чувство стянутости кожи лица, сухости, когда очень хочется скорее ее увлажнить. И эта сыворотка в спрее – самый удобный вариант для того, чтобы освежить лицо за секунду. Знаю, многие не могут без него обходиться в путешествиях, в самолетах, потому что это действительно такая палочка-выручалочка. Мое самое любимое средство для волос от Kerastase. Просто с крышесносным ароматом. Прошло уже лет 10, как я использую различные масла для кончиков, а это по-прежнему на первом месте для меня. Очень его люблю, оно отлично увлажняет, питает, делает кончики живыми, подвижными, при этом еще само масло суперэкономическое. Нужно буквально горошинку нанести на руки, растереть и нанести на кончики. Ну а устоять перед запахом просто невозможно. Если вы еще не пробовали, настоятельно рекомендую. Парочка укладочных средств для бровей от бренда Pussy уже тоже. Мои постоянные жители в косметичке, гель в таком формате мне нравится больше всего, а гель с кисточкой покупают только ради кисточки. Мне удобно ей наносить гель на брови. Разницу между первым продуктом и этим с розовой крышечкой я не увидела. Это просто по-прежнему хорошо. Ну и последний продукт на сегодня. Это такой вот корректор от Art Deco, который был куплен случайно в Литуале с целью маскировать синяки под глазами. Взяла по рекомендации консультанта в магазине и с большой радостью его полностью израсходовала. Со своей задачей он справился. Ничего плохого сказать не могу. Сама удивлена, что он мне понравился. Сегодня я постаралась сделать обзор покороче и по делу. Надеюсь, для вас я была полезна и буду рада вашей реакции в виде лайка и подписки. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok